Детское радио представляет. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. В эфире программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Ваши дочки и сыночки, думаю, уже отправились отдыхать, но даже если нет, можете вместе с ними налить по чашечке чая и послушать наш разговор о том, как беречь свое здоровье. А если у вас ребенок-подросток, то я на этом даже настаиваю. Потому что сегодня мы продолжим разговор с доктором-оториноларингологом. Подробно поговорим о наушниках-вкладышах, а также разберемся, как прослушивание классической музыки влияет на здоровье ушей. Оказывается, Чайковского можно считать не только великим композитором, но и самым настоящим доктором. Обо всем этом нам расскажет наш гость. Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель лор-клиники доктора Зайцева, постоянный лор-эксперт телеканала доктор Владимир Зайцев. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте, Лена. Каждый родитель желает знать. Вчера мы с вами начали говорить о наушниках, но заговорили о том, что свойственно подросткам, да, это бесконечный пирсинг. И весь этот пирсинг в большинстве своем на лор-органах, на ушах, на носу, на губах, на языке, но все-таки ушли от наушников. Итак, наушники, которые капельки. Я так понимаю, что, в принципе, если мы берем наушники, которые такие наружные, большие, там надо читать аннотацию, что да как, да, а вот которые вставляются в ухо. Мне кажется, что это, во-первых, негигиенично. Ну, даже если мы их там как-то протираем, не знаю. Абсолютно правильно говорите. То есть это не полезные наушники. Сейчас уже становятся полезными. Давайте прямо по полочкам. Первое. Надо отдавать отчет, что наушники-капельки будут проталкивать серу вглубь наружного слухового прохода. И это, конечно, не очень хорошо. Момент второй. Второе, что в момент прослушивания музыки ваш наружный слуховой проход кислород получать не будет. Потому что плотный контакт наушника с кожей наружного слухового прохода. Иначе в этом нет смысла. Иначе будет окружающий звук попадать, и от этого не будет хорошо. Наушники-капельки нельзя ни при каких условиях давать кому-то другому послушать. Но вот если, например, у нас есть понимание того, что тапочки... Ну, вот я вряд ли одену ваши тапочки. То есть я лучше буду ходить, придя к вам домой, я лучше буду ходить босиком, чем одену чужие тапки. Или есть тапки абсолютно чистые, новые. Ну, прямо вот видно. Порой даже одноразовые. Сейчас есть такая культура. Предлагают, и это нормально. А вот с наушниками такого, к сожалению, нет. А в ухе может быть микрофлора. И может быть она есть, и она может быть разной. А если это еще и микрофлора грибковая, так называемый отомикоз. Отос уха, микоз грибок. И грибковая флора может быть разная. То я свою грибковую флору могу передать вам. А вы можете неумышленно передать мне. Поэтому телефонисты, те, кто работают, колл-центры, там так называемые амбишуры, вкладыши, свои собственные. А порой и вся гарнитура. Вот весь прям наушник с микрофоном, он мой как бы личный. И это нормально. То есть для хорошей такой приличной организации это нормально. Но сразу скажу в защиту наушников капелек. Прямо реально с недавнего времени появились так называемые костные наушники. Слышали об этом что-нибудь, честно скажите? Нет. Не слышали. Есть очки. Я такие приобрел. Я хожу и прям получаю истинное удовольствие. Когда очки мне компенсируют недостаток зрения, а дужки очков, дотрагиваясь до височных костей, передают мне звук. И я слышу и окружающий звук, то есть шум, едущий в автомобиле, да, и все-все-все прочее. Но при этом я еще слышу звук, но у меня наружные слуховые проходы открытые. Это называются костные наушники. Есть уже наушники, которые в виде ободка для волос и дотрагиваются также до височных костей. Но при этом не заходит в ухо. Не заходит в ухо. И в этом новшество. А теперь пошли еще дальше. То есть раньше были наушники лопухи, как сейчас на нас с вами. Они полностью нас изолируют от окружающей среды. Потом наушники-капельки появились. А теперь появились сочетанные наушники. Когда звуковая волна уходит и в наружный слуховой проход на барабанную перепонку. И контактирует с кожей наружного слухового прохода. То есть задействована еще и костная проводимость. И воздушная проводимость, и костная проводимость. И это нам дает стереозвук бинауральный. А когда это еще и разделено по разным каналам. А когда еще есть функция шумоподавления. Когда окружающий шум отдаляется от нас. Мы просто перестаем его слышать. И даже такие наушники мы можем использовать, не прослушивая музыку. Просто включая эту функцию. Мы не слышим шум окружающего у нас мегаполиса. Это прекрасно. И я почему так восхищенно об этом говорю. Потому что все это дает возможность не делать громкий звук. Ты слышишь раз всю палитру звуков идеально. От низких частот до высоких. Слышишь стерео. Как будто ты находишься на концерте. В полном присутствии. В полном погружении. И отсекается все лишнее. И ведь раньше, вспомните, вот некачественные наушники были в свое время. Шли к нам из-за рубежа. Когда своего вообще не было. А то, что к нам поставлялось, это было прям низкого качества. То, что было, это мы могли только громкостью звука компенсировать. А громкий звук, он вреден. А он губит наш слуховой нерв. Это так называемые стрелковые невриты. Не зря же такое понятие в медицине есть. То есть, у артиллеристов, тот, кто на стрельбах. Ко мне пришел недавно пациент. И он говорит, музыкант. Я сейчас так вот спрошу вас. Он говорит, у меня одно ухо слышит хуже другого. Я говорю, ну хорошо, окей. Кем вы работаете? Он говорит, я музыкант. Я в оркестре работаю. Ну хорошо, окей. Я говорю, ну у тебя же звук вокруг тебя. Ну хорошо, барабаны там правее. Да, скрипки левее. Ну, контрабас за тобой находится. Он говорит, а у меня такое и есть. Знаете, какая специальность? Литавры? Нет, не литавры. Флейтист. Представляете? И у него флейта находится с одной стороны. И он правым... Я извиняюсь, я не знаю. Но, наверное, все-таки флейта находится... То есть, там, куда флейта уходит, там у него хуже слух, потому что постоянный звук. Да. А правое ухо, оно у него интактно. Такая вот история. И я был потрясен. Это действительно так. Мы слух проверили, и молодой человек не обманывал. И это не что иное, как профвредность, по сути. Но у данного молодого человека была наследственная предрасположенность. Потому что, он говорит, мы все музыканты в роду, и у нас у всех есть тенденция к сниженному слуху. Мы сейчас говорим о так называемой сенсо-невральной тугоухости. И стрелковый неврит. Когда человек, например, любит охоту, он вынужденно выбрал себе такую отрасль, специальность, как военное дело. Он военный, например, артиллерист. На аэродромах громкие звуки. И, как правило, все-таки глохнет оба уха. Но бывает, что и одно. Если, например, стреляет, с одной стороны находится винтовка или ружье, приклад. И, допустим, глохнет у нас правое ухо при этом. Дальше уже, если мы откатываемся от профессиональных каких-то историй, все-таки к наушникам, дальше идет время экспозиции, то есть время прослушивания. То есть сколько мы, в принципе, слушаем, а можно наушниками пользоваться всего один час в день. Поверьте, это нормально со всех точек зрения. И с точки зрения головного мозга. Потому что 2 часа, 3 часа, 5 часов, 6 часов. То есть вот эта история, когда мы постоянно ходим в наушниках, все время что-то. Это плохая история. От этого нужно уходить. Но если в вашем случае это необходимость, это ваш осознанный выбор, это ваша работа, но и все равно работа заканчивается. Пусть это 6-часовой рабочий день, но остальное время вы находитесь вне наушников. Когда вы готовитесь к эфиру, вы находитесь вне наушников. А наши дети, дорогие, любимые, выпросили, выдурили из нас, значит, наушники и показывают свою крутость. Делают погромче, чтобы вообще уже никого не слушать, не слышать. Используют их в общественном транспорте, перекрывая. Хотя и, на самом деле, и метро улучшилось, то есть и наземный транспорт стал работать значительно тише. Подвижной состав поменялся в лучшую сторону. Железнодорожные полотна меняются прям регулярно. То есть делается все, чтобы шум города, окружающего, был минимален. Мы не можем от этого абстрагироваться. Но, тем не менее, шум города есть. Дети стараются это перекрыть. А родители... Ну, а как, если я сейчас с вами, а мои дети в школе? Ну, я не знаю, они наушниками пользуются или нет, что там с ними происходит. Вот для этого нужно с детьми общаться дома. Проговаривать. Не путем какого-то церберства. Я отниму у тебя наушники, ты не будешь слушать. Нет, так это не работает. И не требовать, наверное, от ребенка постоянной тишины. Если ему нравится слушать музыку, пусть лучше он ее слушает без наушников на нормальной громкости. Абсолютно верно. Если это происходит дома, или там ребенок идет в гости, то родители должны потерпеть. Я, как родитель, когда к моему ребенку приходят детки домой, я должен потерпеть. Да, слушайте музыку. Но слушайте не в наушниках, а через хорошие колонки. Но если уж ты любишь слушать музыку в наушниках, делай это, если и регулярно, то не постоянно. Два раза по полчаса можно это делать, либо один час непрерывно. Ну, и про музыку давайте тоже поговорим. Это отдельный. И про наслушанность, кстати говоря, может быть, вы меня не спросите, а я вам сам скажу. Я недавно был на лекции про наш слух, про то, как мы слышим, про то, что мы слышим, и про музыкальность. Так вот, если раньше была такая теория и такой модус, что в продолговатом мозгу у нас есть там отдельный участок, который отвечает за наш слух, нет. Если мы говорим про музыкальность, вот все те тончайшие связи, невидимые организму, пронизывают наш головной мозг, то, как наш мозг думает, принимая какое-то решение, повернуть направо или налево, да, как-то, ну, вот любое, представьте, когда что-то вспыхивает, какое-то решение из ниоткуда, как решить задачу какую-то, да, какой правильный ответ подобрать, или какой-то, или как-то пошутить. Это происходит у нас, мы понимаем, что-то у нас произошло, но мы не понимаем, как это возникло. Вот то же самое происходит с наслушанностью музыки. Музыку нужно слушать обязательно. Я не говорю про попсу, я не говорю сейчас про музыку легкую, я сейчас говорю про музыку сложную. Ответственность родителя заключается в том, что ребенка нужно водить обязательно на концерты классической музыки, живой музыки, не поставить ему кассету в магнитофон, я утрирую, да, там включить ему и слушай. Вот, нет. В этом и заключается искусство. Искусство в общении. То есть я, конечно, могу слушать вас в записи, но мне комфортно слышать ваш голос, ваша обертона, и слышать ваши эмоции. Вот те же эмоции передают музыканты целым оркестром, когда большой симфонический оркестр, 84 человека, играют так искусно, и это слышат наш наружный слуховой проход, слуховые косточки, но они являются передатчиками. Здесь нужна идеальная передача звука, а воспринимает это наш головной мозг. И порой у нас начинает даже скальп двигаться невольно, и начинают даже уши двигаться, потому что мы подстраиваемся и душой, и телом на музыку. Но если мы ее не слышим, если мы слышим только разговор или только крик родителя на ребенка, то ничего с психо-ребенка хорошего не будет. Я не говорю о том, что все дети станут музыкантами, но это нас окрыляет и оккультуривает. То есть мы должны дать ребенку возможность это слышать. Ну и последнее. Это нужно делать в подростковом состоянии ребенка. Это не нужно делать в 30, 40 и 50 лет, когда мальчик уже или девочка уже выросла. Здесь нас наоборот уже в силу возраста мы приходим к классической музыке, потому что она нас как-то наполняет, она нас отвлекает от текущих наших проблем, как-то разгружает, переключает. Но ребенку нужна наслушанность ушами, чтобы у него вспыхивали образы, чтобы у него была проекция на головной мозг. И должна быть насмотренность. А насмотренность нам дает Третьяковская галерея. Поэтому мы должны видеть красивые картины, мы должны видеть красивые картинки и образы, мы должны путешествовать. И вот все это вместе создает нам опыт и создает правильную культуру. Тогда нам есть о чем говорить, есть что обсуждать. И музыкальный слух, и музыкальная память начинает работать. О, я эту мелодию где-то слышал. Я понимаю, что она классическая. Я абсолютно не знаю, как она называется, кто автор, но я ее точно слышал. А потом мы начинаем запоминать, что это было. И тогда я это все подвожу к тому, что покупка крутых, хороших, дорогих наушников это оправданная история. Потому что мне сын, вот я его сводил на джаз, и потом через некоторое время он просто зашел к нему в комнату, и у него джаз звучит. Ему понравилось. Моему папе нравился джаз, мне нравится джаз, причем он разный бывает, и классическая музыка. Вот. Я не думаю, что он там в свои 13 лет будет прям уж так Бетховена, Шопена слушать. Но у меня есть надежда, по крайней мере. Я эту надежду не теряю, и я эту возможность даю своим детям. И пускай эта музыка классная, насыщенная, наполненная, она будет вместе с попсой, вместе там с другими стилями, но она обязательно должна быть. Это то, что наши волосковые клетки слухового нерва ласкает и успокаивает. И это становится про здоровье, не только про культуру. Про психологическое здоровье и про то, что не развивается такая история, как тинитус, писк, звон и шум в ухе. То есть, когда человек, я вам скажу это действительно так, человек находится в стрессе, даже подросток. Вот его там надергали в школе учителя. Ну, я придумываю сейчас. Надергали в школе учителя. Он не справился с контрольной. Ему дали пинок под зад, значит, одноклассники. Он находится в каком-то музыкальной такой какофоне, в каком-то таком... Его нагружают звуки, и он вынужден, он приспосабливается, хотя музыка, это ему некомфортно. Он идет в шуме большого города, и у него начинает в ушах звенеть, резонировать и пищать. У него внутреннее ухо пытается его оградить от окружающих звуков. Называется это тинитус. Шум и те частоты, которые больше подвержены страданию, большему риску, если высокие частоты, значит, в ухе запищит. Вспомните себя. Когда мы нервничаем, у нас иногда начинает шуметь. Когда мы сильно устаем, либо это будет... Мне пациенты говорят, у кого-то писк, у кого-то гул, это низкие частоты, у кого-то шум, это средние частоты. Вот тот полукружный канал, который страдает, тот и будет выдавать эту неполадку. Мы проводим аудиометрическое исследование слуха, и мы видим, что именно на этой частоте и шумит, или пищит, или звенит. Сразу о решении нужно сказать. Решение есть. Потому что, если раньше считалось, что, о, все, у вас там зашумело, запищало, слух у вас снизился, помочь нельзя, ни ребенку, ни взрослому. Нет. Сейчас есть методика микротоково-чрезкожной стимуляции в ласковых клетках слухового нерва. Проводится это курсом. Курс состоит 10 процедур. Проводится это в клинике. Делается... Проводится аудиограмма до начала лечения и после, чтобы мы могли сравнить, что было и что стало. И назначаются препараты сосудистого генеза, то, что улучшает реологические свойства крови, то есть текучесть крови. И самое главное, нас интересует височная артерия, чтобы на уровне височной кости и внутреннего уха текучесть крови была хорошая. Но мы эту ошибку исправляем. Это не так, что вот я тебя как бы подлечил, дружок, а ты опять тяжелый рок продолжай слушать. Нет. Мы сейчас говорим о культуре и уже о самоуважении даже маленького ребенка-подростка. То есть он ошибся, он совершил невольную ошибку, вот он использовал наушники, он использовал такую музыку. Да, эта музыка останется в его жизни, но она будет как лакомство. Несколько песен в день или поход на концерт там раз в полгода, чтобы, ну, не полностью ограждать ребенка. А потом он уже поймет, что более сложную музыку сложно слушать. Я, честно вам скажу, я Рахманинова до сих пор, вот я слушаю, но, например, из концерта там, из шести произведений мне нравятся два. Прям нравятся. Два я понимаю, а еще два я вообще не понимаю. Но я пойму. То есть у меня запас времени еще есть. То же самое и с детьми. Дети должны слушать, дети должны слышать, дети должны тянуться за родителями, должны слышать хорошее, хорошее общение папы и мамы, такое добропорядочное, очень уважительное, на приятных, так сказать, частотах и уровне громкости. И тогда ребенок это берет и проецирует на себя. А правда, что подростки не слышат крика? Нет. Или не воспринимают его? Нет, нет. Это неправда, да? Это неправда, совершенно точно. Я вам могу сказать так, что ребенок начинает слышать еще в утробе матери. И ребенок, представьте, вот он зародился, орган слуха у него уже почти совершенный. И то, какую музыку слушает мама и папа, это будет тяжелый рок или это будет классическая музыка, это влияет на формирование психики и головного мозга ребенка. Ругается папа с мамой, ну, потому что еще и мама испытывает эмоции неприятные, это все переходит на психику ребенка. Но я вам скажу точно, если ребенок в утробе матери слушает джаз, слушает классическую музыку и слушает сложную музыку, этот ребенок априори вырастет умным. Вот он может быть весь, как мы говорили раньше в предыдущих наших программах, исколотым может быть все, так сказать, ушные раковины и ноздри, и везде, и в языке могут быть там пирсин, где только можно. Но при этом, когда ты, он так себя выражает, но при этом как собеседник, он абсолютно искусный, с ним приятно разговаривать, потому что это передалось прямо с самого раннего детства. А дальше что-то пошло не так. Вот чтобы этого что-то не так не было, не надо кричать на ребенка и надо водить на классические музыкальные произведения, на концерты. Надо, по крайней мере, это ребенку показать, что в природе такое существует, а не только попса. Далеко у нас зашел разговор о наушниках. Мы хотели еще вернуться с вами к ковиду, потому что до наушников мы говорили о ковиде, о том, какие он имел последствия. Вот пропадание, обоняние и слуха после этого вируса, оно насколько серьезно, как долго может длиться, и что нужно делать для того, чтобы как-то, ну, вернуть свои функции? И бывает ли так, что они безвозвратно уходят? Мы вообще почему-то хотим все плохое забывать, не хотим о ковиде думать, а он, к сожалению, если мы зайдем в наши поисковые системы, вкладка-то никуда не делась в разных браузерах, в разных поисковых системах. Ну и последствия многие до сих пор испытывают. Испытывают, это точно. Но как-то думать мы об этом не хотим, маски мы носить не хотим, прививки мы делать не хотим, но если ковид не бабахнул в пресловутом 20-м году и в 21-м, то он может прийти в 23-м, в 24-м. И ведь тоже давайте правде в глаза смотреть, мы все-таки не молодеем, как бы наши организмы не молодеют. У нас хоть радио детское, но мы сейчас про взрослых как бы говорим. И если не накрыло волной тогда, то это не значит, что не накроют сейчас. А потом одна из волн ковида предыдущих, она коснулась и детей в том числе. Точно. А сейчас у нас ковид на букву П, у нас был О, омикрон, теперь у нас буква П, пирола. То есть если первый ковид 19-20 года, он улетал в бронхолегочную систему, и было удушье, вот люди там задыхались, умирали, сердечно-сосудистая патология, но это все-таки на уровне грудной клетки. Все, что касается бронхов, легких и сердца. То омикрон – это уже лорорганы по большей части. А сейчас новый вирус – это прям вообще лорорганы. И люди не понимают, не воспринимают, а простуда, я простудился. Никакие мазки уже не сдаются, никакие маски уже не носятся, но этот окаянный ковид бьет по слуховым нервам, и люди глохнут, к сожалению. Бьет по нашему обонянию, и обоняние пропадает, а вместе с обонянием возникает апатия. И от этого, я извиняю за слово, едет крыша. Каждый родитель желает знать. На этом наше время в эфире подошло к концу. Напомню, всю неделю у нас в гостях врач-оттериноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. В следующем выпуске мы продолжим разговор о здоровье лорорганов и о том, как себя вести, чтобы в обращении к доктору, который наши бабушки называли ухо-горло-нос, носили исключительно профилактический характер. Подробно поговорим о том, почему шапку, шарфик и ботинки на толстой подошве носить надо обязательно и не только зимой. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.